На телеканале Юганск новости. Здравствуйте! В студии Никита Чубыкин и в начале коротко об основных событиях вторника. 95% готовности для журналистов местных СМИ провели экскурсию по станции обезжелезивания. В результате прочесывания лесного массива, примерно через полтора часа данный водитель был задержан. Прятался в болоте. Накануне вечером сотрудники ГИБДД полтора часа преследовали пьяного лихача. Колледж является одним из самых лучших у нас в районе, так как имеет общежитие и много бюджетных мест. Горячий сезон для абитуриентов в Нефтьюганском политехническом колледже продолжается приемная кампания. Чистая холодная вода из крана – реальность. Сегодня для журналистов местных СМИ провели экскурсию по грандиозному гидротехническому сооружению Нефтьюганска. Специалисты рассказали корреспондентам о преимуществах объектов станции обезжелезивания и наглядно продемонстрировали, как ведутся пусконаладочные работы. Готовность 95% уверяют подрядчики. Сегодня на станции обезжелезивания активно ведется технологическая пусконаладка объекта. 500 тонн фильтрующих компонентов загружены в специальные отсеки и уже тестируются. Через них будет проходить более 20 тысяч кубометров воды в сутки. Первые пробы показывают нормальный уровень железа в питьевой холодной жидкости. По три фильтра включаем. Три фильтра отработали, пусконаладку сделали. Следующие три фильтра. Их всего девять. Потом следующие три фильтра. А потом уже в комплексе введем в работу и получим со всех уже девяти фильтров. Стоит напомнить, что сегодня недобросовестные горожане задолжали за водоснабжение и водоотведение порядка 80 миллионов рублей. Таким образом, неплательщики ставят под угрозу подготовку систем к отопительному сезону. Погасить задолженность необходимо до 1 сентября. Ответ на вопрос, будет ли в Нефтьюганске чистая вода, услышите завтра в вечернем выпуске новостей. Вчера в 9 часов вечера в Нефтьюганске сотрудниками дорожно-патрульной службы был задержан житель поселка городского типа Пойково. Молодой человек управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Добровольно сдаться полиции водитель не осмелился. Преследование за преступником длилось полтора часа. Из них злостный нарушитель 30 минут прятался в болоте. Первое нарушение нерадивый водитель совершил при въезде в город. На трассе Сургут-Нефтьюганск камеры зафиксировали превышение. Двигался автомобиль со скоростью 98 км в час, а это на 28 больше положенного. На требования сотрудников ДПС остановиться преступник не отреагировал и попытался скрыться. Полицейские решили начать преследование. Признаете, что вы виноваты? Черт. То, что пьяный, за рулем. Да. А вы кто девушка? Телевидение. Признаю. А зачем сели пьяным? Ну, так получилось. Без экспертизы понятно, что водитель находится в неадекватном состоянии. 27-летний мужчина не переставал давить на газ. Только по счастливой случайности нарушитель не спровоцировал ДТП. Спустя час преследования, заметив три наряда полиции, владелец Хаймы предпочел бросить автомобиль и убегать от полицейских. Остановился в районе поселка Звездный. Скрываясь, злоумышленник промок в болоте. Да и бродячие собаки успели хорошенько его потрепать. В результате прочесывания лесного массива, примерно через полтора часа данный водитель был задержан. Доставлен в административное здание ГИБД города Мосюганска, где в отношении него был составлен административный протокол по всем нарушениям, которые он совершил за данное время преследования. Пройти медицинское освидетельствование нарушитель не отказался. Результаты экспертизы показали 0,813 мг на литр. В таком виде человек не просто теряет координацию, но и перестает адекватно мыслить. Если психическое возбуждение, то они возбуждены, неадекватны, могут быть неадекватны. То есть они не оценивают ситуацию должным образом. Они не понимают, к каким последствиям это может привести должным образом. Помимо того, что водитель уселся за руль автомобиля в алкогольном опьянении, во время преследования преступник совершил порядка 20 серьезных нарушений правил дорожного движения. Из кадров видеорегистратора понятно, что злоумышленник неоднократно пересекал сплошные полосы, продолжал движение на запрещающий сигнал светофора и многократно превышал максимально разрешенную скорость. За нарушение правил дорожного движения на него составлен административный протокол. В этом предусмотрен административный штраф за управление в состоянии алкогольного опьянения транспортным средством. Так как это нарушение совершено им уже повторно в течение двух лет, возможно данный гражданин будет привлечен к уголовной ответственности. Сегодня сотрудники дорожно-патрульной службы отправили составленные протоколы в надзорные органы. В ближайшее время будет принято решение о мерах наказания для преступника. А пока злостному нарушителю остается томиться в неведении. По мнению сотрудников ДПС, уголовной ответственности нерадимому водителю вряд ли удастся избежать. Ведь лихачить за рулем пьяным у этого автолюбителя уже вошло в привычку. Кристина Кочарова, Денис Ефремов, Евгений Трифилов. Телерадиокомпания «Юганск». Тёплая погода дала о себе знать. Сегодня после обеда в Нефтьюганске случилось два серьёзных дорожно-транспортных происшествия. Одна из аварий произошла между 12 и 16 микрорайонами возле торгового центра ЮТПС «Север». Похожая авария произошла прошлым летом. На этом участке дороги был серьёзно травмирован мотоциклист. Сегодня ситуация повторилась. «Шевроле Круз» выезжал с 12 микрорайона с левым поворотником. В это время мотоциклист выходил на опережение по главной дороге. Не предоставив преимущества транспортному средству, которое двигалось по прямой, автовладелец совершил наезд на байк. Оба водителя доставлены в больницу. О подробностях аварии смотрите завтра в 19 часов в выпуске новостей. Приёмная кампания в самом разгаре. Нефтьюганский политехнический колледж продолжает набор студентов на рабочие специальности. Старшеклассники выбирают профессии слесаря, нефтяника и повара. Приёмная кампания впервые проходит в новом здании Нефтьюганского политехнического колледжа. Сегодня здесь собрались выпускники девятых классов. Абитуриент Сергей Пегов решил подать заявление на специальность электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования. По мнению будущего студента, это одна из востребованных профессий, да и условия обучения подходящие. Платить придётся только за общежитие – 200 рублей в месяц. Колледж является одним из самых лучших у нас в районе, так как имеет общежитие и много бюджетных мест. Обучение по всем специальностям бесплатное. Средства выделяются из окружного бюджета. Но заполучить нужное место не так уж и просто. Например, на одной из самых популярных направлений слесарь по контрольно-измерительным приборам колледж планирует набрать 50 человек. А заявлений подано уже 89. В принципе, у нас сейчас уже заявлений на все профессии, специальности подано 386 заявлений. Хотя мы набираем 275 человек всего. То есть у нас существует по всем профессиям и специальностям конкурс. В этом году в образовательном учреждении появились две новых специальности, которые также пользуются спросом. Это разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений и документационное управление обеспечения архивоведения. Также по указу Миноборнауки срок обучения на некоторых отделениях увеличится за счёт добавления пятимесячной практики. Сейчас колледж активно ведёт переговоры с учреждениями и предприятиями города. Мы в этом году заключили соглашение с «Юганскнефтегазом». Они нам предложили такой вариант, что они будут проводить у нас тестирование среди обучающихся на втором и третьем курсе. То есть выявлять более успешных обучающихся, которые впоследствии будут проходить у них практику учебную, причём платную. Ну а пока главное поступить. 15 августа – последний срок подачи заявлений, причём написать его должен личный абитуриент. А уже на следующий день на официальном сайте Нефтеюганского политехнического колледжа появятся первые результаты. Никита Чебыкин, Денис Малёв, телерадиокомпания «Юганск». Процедура ЭКО набирает популярность у бездетных пар нефтеюганска. А сейчас диагноз бесплодие стоит у 230 женщин. 86 из них отправлены на экстракорпоральное оплодотворение. Акушер-гинекологи уверяют – стать родителями просто. Главное – видеть цель и своевременно обращаться к специалистам. Отцовство и материнство – пора хоть и счастливая, но не лишённая трудностей. Некоторые сталкиваются с проблемами ещё на этапе планирования ребёнка. Светлане Суриной повезло. У неё уже есть шестилетняя дочь. Теперь они с мужем ждут вторую малышку. Большая семья – для них норма. Так повелось в их роду. У меня старшему брату 48, мне 28. И между нами ещё брат и сестра. Дружим. Но как бы живём далеко. И хотелось бы чаще видеться, но не получается. Есть и такие женщины, которым стать мамой не позволяет здоровье. Именно для них придумали экстракорпоральное оплодотворение. Впервые ребёнок из пробирки в нашей стране появился в 1986 году. Спустя 30 лет эта процедура пользуется популярностью, но стоит дорого. Минимальная цена – около 120 тысяч рублей. Однако югорчанки, желающие родить ребёнка, могут получить бесплатную квоту на ЭКО. Очередь на ЭКО у нас бесплатная. Осуществляется по программе бесплатное оказание медицинской помощи. В структуре нашего округа есть два лечебных учреждения. Это окружная клиническая больница города Ханты-Мансийск и Сургутский клинический перинатальный центр. Для того, чтобы встать на очередь, необходимо обратиться в женскую консультацию. Все анализы делают на месте, без выезда за пределы города. Многим северянкам гинекологи помогают испытать радость материнства ещё на пути к экстракорпоральному оплодотворению. Ведь лишь 10% обратившихся действительно не имеют шансов на выздоровление. Остальным достаточно пройти комплексное обследование и необходимое лечение. Елена Гайлиман, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». Домашний доктор по низкой стоимости в аптечной сети «Сибирский лекарь» снижена цена на Алмак-01. Приобрести аппарат Елатомского приборного завода со скидкой можно до 26 июля. Далее сюжет на правах рекламы. Медицинские аппараты Елатомского приборного завода хорошо известны и в России, и за рубежом в Европе и Америке. Продукция предприятия соответствует европейской системе качества. Изделиями марки «Еломет» оборудованы многие больницы страны. Например, параметры магнитного поля, заложенные в программный модуль магнитотерапевтического аппарата «Полимак», были опробированы в госпитале имени Бурденко в Москве. А разработка методик велась ещё с советских времён. Для лечебных учреждений, где нет ставки физиотерапевта, был специально разработан Алмак-02. Простой в применении аппарат получил особенную популярность, поскольку подходит и для домашнего использования. Завод постоянно выпускает новинки. Одной из таких новинок является аппарат «Диамак» для лечения шейного остеохондроза, бессонницы, мигрени, реабилитации после инсульта. Медицинские изделия Елатомский приборный завод выпускает больше четверти века. Не случайно сегодня в России это предприятие является лидером среди аналогичных компаний, а для регионального бюджета – существенным источником дохода. У нас работают лучшие специалисты, мы заслужили такое лидерство. Такое конкурентоспособное предприятие, которое диктует современные стандарты производства социально значимых товаров, привлекло внимание председателя Совета Федерации и спикеров Верхней Палаты Парламента. Валентина Матвиенко оценила приборы марки «Еломет» и отметила, что такая импортозамещающая продукция сейчас особенно востребована на рынке медицинских товаров.